и снова здравствуйте с вами лилия дроздова и в прошлых видео мы построили с вами основу выкройки платья рубашки а также смоделировали три варианта и вы можете выбрать для пошива любой из них а я буду шить третий вариант напомню как он выглядит то есть платье рубашка сверху удлиненная выше линии бедер подрез к которому прикрепляется юбка тоже со складками и с карманами с подкрайным бочком и сегодня мы будем кроить платье рубашку перед раскроем ткани обязательно нужно продекотировать я свою постирала так как у меня полиэстер с эластаном то я постирала она у меня высохла я даже ее не утюжила вот она у меня такая вся легкая воздушная не совсем не мятая и так нужно обязательно выровнять низ потому что у нас отрезать в тканях не очень ровненько поэтому выравниваем низ изделия складываем изнанкой наверх и прикладываем выкройки если у вас ткань с рисунком то обязательно совмещайте рисунок если мелкие цветочки конечно не обязательно но если есть какая-то геометрия то конечно лучше его совместить то есть я вот соединяю чтобы у меня как бы симметрично было на двух половинках рисунка у вас неустойчивая и то и дело хочет убежать то обязательно сравнивайте край по краю стола и угол до чтобы у нас получился ровный крой а не какой-нибудь искривленный накладываем выкройку и я буду выкраивать с припусками один сантиметр в зависимости от обработки можете взять припуск больше если вы шьете без макета то припуск нужно взять точно больше чтобы была возможность подкорректировать например по высоте плеча да может быть у вас наклон плеча меньше или больше горловину может быть вам нужно вырезать будет меньше или больше ну и соответственно по пройме если вы вырежете близко вам нужно будет пройму меньше чтобы была возможность это все подкорректировать итак не забываем добавлять уголок на вытачку и на супатную застежку как выкроить и обработать субпотную застежку я расскажу вам в следующем видео. Выкраиваю обе половинки вот с такими вот элементами для застежки, а потом с левой стороны я лишнее срежу. Все, выкраиваю спинку. Сейчас я соберу изделие на примерку и только после примерки буду кроить рукав, потому что возможно будет наклон плеча или пройму увеличить, уменьшить, поэтому рукав краю после примерки полочки спинки. Обязательно делаю надсечку по центру спины, делаю надсечки по границам выточки, по центру и по краям. И обязательно делаю надсечки по середине переда, краю борта и по полоскам субпотной застежки. Теперь переносим выточку. Не забываем, что выточка застрачивается не до самого центра. Отступаем примерно 2 см. Я закалываю иголку крестиком и на обратной стороне черчу новые края выточки. Надсечки по линии талии. Я пока сильно приталивать не стала, но если потребуется, я потом приталю. После того, как мы прорисовали выточки с двух сторон, снимаем все булавки и сметываем. Закладываем выточку по линии середины и начинаем сметывать от вершины выточки. А строчку будем прокладывать от раствора выточки. Совмещаем надсечки и можно сколоть. Вот так вот, чтобы иголочка шла по линии. И далее начинаем сметывать. Вот смотрите, я сметала, выточка на месте, пройма достаточная для рубашки, плечо на месте, спуск плеча достаточный. Ну, горловинка еще не вырезана, потому что там супатная застежка будет. Это верхняя часть моего платья. Вот здесь будет еще нижняя. Например, у вас все устроило. Можно выкраивать рукавчик. Ну, если не устроило, вносите корректировку в рукавчик и уже выкраиваете. То есть проверяете окат рукава. И вот смотрите, я по ширине все-таки добавила. У меня снизу рукавчик будет 50 сантиметров. Поэтому смотрите, какая ширина вам нужна, чтобы вот его собрать вот здесь вот на сборочку. Я сделала по низу 50 сантиметров. Итак, продолжаем обработку. Разобрала все детали, чтобы удобнее было обрабатывать. И соединила выточку. Теперь идем на выточки. Я всегда утюжу на подушечке. И сначала отутюживаем на ребро. И только потом заутюживаем в какую-либо сторону. Так как у меня сверху мало расстояния, то я выточку заутюжу вниз. Сначала закрепляем хвостик. И теперь сутюживаем вершинку. Сутюживаем аккуратно, чтобы не было никаких пузырей и мешков. Плавно, потихоньку, не спеша. Переворачиваем. И уже фиксируем по правой стороне окончательный результат. Вот такая получилась выточка. Я буду делать на своей рубашечке супатную застежку. То есть у меня вот здесь петли будут спрятаны за планочкой. Как обработать супатную застежку, смотрите в следующем видео. А сейчас мы продолжаем сборку рубашки. Я беру вот такие вот полосочки долевички. Я их сделала из флизелина нити прошивного. То есть они имеют вот такие ниточки и вообще не тянутся. И проклеила плечевые швы. И аналогично сейчас проклею горловинку. Начну от плеча. Прикладываю к срезу. И держу. Так. И теперь по кругу. Фиксирую срез горловины. Так как полоска тонкая, то все хорошо здесь зафиксируется. Проклеиваю до линии подборта. Потому что здесь и так толсто. Нам там не нужно. Излишки срезаю. Толщина долевичка 5 миллиметров. Здесь я сложила сразу две половинки, чтобы заодно проверить их симметричность. Одну сторону проклеили. Аналогично вторую. И также проклеиваем горловину по спинке. Плечо по спинке я не проклеиваю, потому что достаточно уже одного проклеенного среза. И теперь мы можем соединить боковой и плечевой шов. Вы можете обработать на верлоке. Или можно использовать другой способ. Я, например, буду обрабатывать французским швом. Или это называется двойной бельевой шов. Для этого нам нужно сложить сначала изнанку с изнанкой. Вот я плечевой шов соединяю. Складываю изнанку с изнанкой. Можно сколоть или сметать, в зависимости от ваших навыков. Скалываем иголочки. Всегда оставляем с краю, чтобы их было удобно вытаскивать. И прокладываем строчку примерно 3 миллиметра от края. Можно проложить больше, в зависимости от того, какой вы заложили припуск. Я закладывала сантиметр, поэтому я просрочу на 3 миллиметра. И второй шов у меня будет на 7 миллиметров. Я сколола сразу 4 шва. После того, как мы соединили плечевые и боковые швы с лицевой стороны, нам обязательно нужно разутюжить сначала. Ну или заутюжить на какую-нибудь сторону, чтобы теперь легче было заутюжить этот шов на ребро. Итак, мы заутюживаем все 4 шва на ребро. Так, сейчас переверну. Если ткань скользкая, не получается заутюжить, то, наверное, тогда лучше сметать. Вот таким образом заутюживаем. Но все равно мне тоже придется зафиксировать, потому что ткань скользит относительно друг друга. И вторую строчку уже прокладываю на 0,7. Вы прокладываете настолько, насколько вы заложили припуск. На что хочу обратить внимание. Когда вы будете укладывать выточку в боковой шов, обязательно смотрите, чтобы она не затянулась у вас туда и, наоборот, сильно не болталась. То есть выточка должна лежать ровно. Если у вас, опять же, ткань скользкая, вы можете ее приметать временно, чтобы ровненько она у вас вошла в боковой шов, и потом застрочить. Итак, еще один момент. Когда застрочили боковой шов, вот здесь у нас все-таки есть косые линии, то срезать вот эту бахрому на миллиметрик, буквально подровнять нужно. И потом отутюжить на ребро. Чтобы у нас срез внутри шва был ровненький. Вот таким вот образом я сметала косыми стежочками, заметала шов на ребро, потому что у меня все скользило, и проложила строчку на 0,7 миллиметров. Сейчас пойду отутюжу, и таким образом мой шов, французский шов, готов без оверлака. Я отутюжила плечевой шов и отутюжила боковой шов. Предварительная сборка рубашки закончена. Продолжение обработки смотрите в следующих видео. А если вам понравилось это, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Желаю вам творческих успехов. До скорых встреч!